Друзья, приветствую! Сегодня я хочу поговорить о королеве сада, о розе, о комнатной розе. В интернете очень много споров. Одни говорят, что роза в комнате не растет, другие доказывают обратно. Но на своем примере я хочу вам показать, что роза не только растет, но и активно цветет. Перед вами розочка, которую я приобрела в декабре месяце. На фото видно, я как раз делала видео обзоры, и она стоит возле меня. Это было 6 декабря. На данный момент, сейчас уже май месяц, и она второй раз повторно зацвела. И продолжительное время постоянно радует меня своими бутончиками и цветением. Обязательно подпишись на мой канал, нажимай на колокольчик, а я расскажу вам, какие факторы способствуют тому, что розочка пропадает. Самый первый, самый важный фактор, это вредитель. Принеся розу домой, она почему-то всегда поражается паутинным клещом. Особенно, если в комнате жарко, это как в зимний период. И вы должны принять все меры для того, чтобы этого вредителя уничтожить. Очень хорошо от этого помогает октофит. В видео выше вы можете посмотреть, как я уничтожаю белокрылку, но также можно активно бороться с другими вредителями. То есть, без опрыскивания, вы можете уничтожить всех вредителей, и растение будет прекрасно развиваться. Обязательно смотри это видео. Я хочу сказать, что в основном вредитель убивает вашу розочку в комнате. Поэтому, если вы даже еще не видите вредителя, вы должны три раза с периодом в течение трех дней произвести обработку. Либо пролить специальным раствором, как я рассказываю в этом видео, для того, чтобы все вредители, которые на ней находятся, уничтожить их. Так как невооруженным глазом вы его не увидите. А вы увидите уже тот факт, когда оно у вас начнет полностью пропадать. И когда уже никакие опрыскивания и ничего не поможет. Все это нужно делать на самом начальном этапе, пока вредителя мы не видим. Второе немаловажное, это полив и подкормки. Конечно, поливать нужно по мере просыхания, не давать застоя воды в корнях. Это обязательно, особенно в зимний период, в весенний период, пока еще прохладно. И нужно подкармливать удобрением для цветущих. Я кормила свою розочку для цветущих всю зиму. И запомните, если вы хотите, чтобы зимой ваши цветочки цвели, то удобрение нужно использовать каждые две недели. Удобрение для цветущих. Это будет давать полноценное питание, будет давать все микроэлементы, в которых нуждается растение. И оно будет радовать вас и приростом, и новыми бутончиками. Ну и третье, это достаточное количество света. Роза любит восточное окно. Не любит север, так как там света мало. И не любит юг, так как бывают сильно жаркие дни. И корень может в горшочке нагреваться. Поэтому лучше держать ее на восточном окне. Ну и четвертый, немаловажный тот фактор, который обычно губит ваши растения, это объем посуды, в которую вы садите ваши растения. Ни в коем случае не пересаживайте в сильно большие горшки. Именно это служит тем, что растения потом погибают. Осенью я вообще не рекомендую пересаживать растения. Моя роза до сих пор растет в том горшке, в котором я ее купила. Благодаря тому, что она постоянно получает полноценное питание, она хорошо растет и развивается. Ну и конечно, пусть ваши цветочки растут, цветут, радуют вас, приносят вам хорошее настроение. До новых встреч в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok